Когда смотрю фильм, где на съемочной площадке пожилой и молодой, у некоторых пожилых такой страх, когда какая-то странная молодость. Он как человек был более такой вот всю жизнь. Если меня избивает, он придет и сразу все затыкается, сразу мама замолкает. Если у меня мама там рубль и пришлет 10 рублей, а мне ни на что не хватает, папа в 10 раз больше даст. У него мужественность в этом, человеческий в этом больше качество всегда будет. Там я что-то сломаю, меня и в день по 200 раз избивает мать. А он придет, посмотрит на эту сломанную вещь. Эх, херня, новую купил. Спишь, например, а тебе снится нарисованная машина. И ты во сне, ага, вот этот тут, вот этот оттенок. Там солнце после дожда. Свет падает, нужно вот тут будет чуть-чуть. Вот такой значит, можно с этим светом смешать, что вот этот оттенок придать. И потом опять снится. Хочешь заснуть, не хочешь больше об этом думать. Опять папа нарисована тебе во сне. Папе на лицо, как он у окна стоит. И ты все с этими оттенками. Ага, вот тут, значит, оранжевый. А тут, значит, больше ох. А тут бежевый, а тут розоватый немного. А тут чуть темнее, еще с серенькими смешать чуть-чуть. И вот это у тебя уже как, он в пятнах разных цветов. Тут такое, тут светлее, тут темнее, тут так, тут так, тут так. Это ужасно. Это ужасно. Ага, в институте или в школе вообще кошмар. Например, ты никак не можешь сдать какой-то колоквей, малки, брухимия, что-то сдать не можешь. Ты решаешь, решаешь, и вечно у тебя там эти уравнения. Иксы, логарифмы, танглицы, катанглицы, синусы, косинусы, всякие там, иксы, иксы. Это же все вот эти уравнения, вечные ошибки. Очень тяжело. И все время ты пересдаешься. Это всегда какой-то минус, иксы, что-то теряешь. Ну, не можешь ты правильно. Ну, эти уравнения, они длиннющие. Когда несколько примеров с иксами, иксами, несколько цифр, и вот это все старшие классы. И ты никак не можешь сдать, например. Да в три-четыре раза ты пересдаешь какой-то у тебя этот, ну, как экзамен, как контрольное. И ты же все время решаешь, уже решаешь, решаешь, решаешь. И тебе уже снится эти, что ты решаешь. Ты никак не можешь спокойно заснуть. Ты спишь, но у тебя тревожный сон, ты не можешь спокойно спать, да, вот такой вот. У тебя немного тревога в самом сне, потому что ты решаешь во сне. И никак не можешь этот икс вывести. Ты никак не можешь это решить. И ты во сне, это уже у тебя эти примеры везде. Примеры, 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 примеры. И ты никак не можешь его решить. Никак не можешь правильно, куда, в какую сторону, чего там, как это было, уже не помню. И все, никак ты с этими играми, иксами, к нему, у тебя уже снится это. Тебе снится, и ты во сне решаешь, решаешь, все, опять неправильно решила, правильный, неправильно ответ, опять все у тебя. Ты мотаешь головой, ты в тревоге, ты в кровати, ты туда-сюда, в разные стороны. Ты спокойно не спишь, а ты ворочаешься. И никак не можешь решить, ты тревожный сам, ты беспокойно спишь, ты никак не можешь во сне решить. А чтобы там солнышко приснилось, природа, чего-то. И тогда у тебя это слово. Нет, ты решаешь, 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 и никак не можешь решить. Там же это же интереснее, там, про преступников, судебная психиатрия, про психопатов, убийства, менты, прокуратура, работа следователя, выслеживание преступников. Вот это мне, это всем же нравится, боевики все смотрят, детективы, лейтенант Коломбо. Вот это все же нравится всем, и дед, видимо, такой был в эту милицию пошел. А если с вами нарушение, куда я пойду, кто меня куда возьмет, нарушение меня посадили, когда я хотела. Ох, вот это мне нравится. Да, там преступники, вау, разбирать, что-то дело, что-то анамнез жизни, там история преступлений. Вот это мне, о, круто, там, наверное, весело, там преступники, е-е-е, пойдем туда, вот это мне нравилось. Отдельно живешь, заснул пять, или заснул четыре, или как-то в каких-то мелочах пытаться эту свободу вернуть, каких-то взял. Ну, вот как-то, как-то все равно, конечно, это чувствуете, все равно не убежать от этого, это у тебя гнетет, убивает, понемножку тебя уничтожает. Но ты пытаешься, пытаешься, потому что внутри тот, потому что внутри тот же человек и хочет жить так же свободно, в глубине этой души. А-а-а, надеждая. Вот это, вот это в нем. Я это, с одной стороны, осуждаю, он такой холодный, холодный, жестокий. Не люблю его, очень жестокий, потому что это несчастный, зачмыренный, жалко тоже жалушку. Чересчур она стала слабая, чересчур тупая, чересчур им изуродованная психически. Ее жалко, да, что слишком она сидит и ревет каждую пять минут у этого окна. И ненавидишь его за то, что он такой, и с другой стороны, и тянет тоже к нему, у него какая-то свобода внутри, дикость, красивые горе глаза, его можно тоже понять. И что-то родное в этом, и не только в этих парнях озлобленных, жестоких, которые написывают. И в тебе это сидит, если бы была воля, если бы ты не была бабой, в другой семье, в другие обычаи, ты бы тоже отрывалась, как... Тебе нравится это, но с другой стороны, тебе жалко, насколько женщина унижена, и ты понимаешь, что это несправедливо, что это перебор, это чересчур. Смотришь это каждый день, наблюдаешь за чужой болью, потом начинаешь копаться в себе, анализировать, понимать, что в тебе что-то такое есть тоже не... Ну, то есть ты, если в других видишь какие-то признаки, то ты уже автоматически привыкаешь, как художник, который рисует картины, он уже, смотря на человека, он сразу в красках видит, как он будет нарисованным, уже готовый. Когда ты много-много карандашами или красками, любой предмет, на который ты смотришь, ты его уже нарисованным видишь. Тебе снится, что ты рисуешь, что ты всё время рисуешь. Вот тебе начинают сниться уже какие-то вещи нарисованные, уже готовый план. Какую-то вещь ты смотришь, ты уже его нарисованным видишь, зрение, картину берется. Так же и тут. Это всё от того, что ты всё время привык искать, искать чужом, искать других-других эти болезни, искать, искать, видеть них. То ты уже привыкаешь замечать это в родных, знакомых, в коллегах автоматически уже ищешь. Потому что привык искать в себе. А это страшно, когда ты везде это видишь, и в родных это видишь, и в себе самой. А потом ты дальше жить не можешь. Это тяжело, это очень тяжело. И это я тоже понимаю. И это тоже во мне есть где-то. Понимаешь? Не так сильно есть. Желание одной жить, как хочешь жить. Как цыган вольный, понимаешь? Как пацанка. Жить в своё удовольствие. Никого, чтобы никто тебя не трогал, ни названий, ни перед кем ни в чём не отчитываться. Ни перед кем не присмыкаться. Никому не подчиняться. Жить, как хочешь, вольный ветер, как понимаешь? Как казак. Как хочешь, так жить. Никому не принадлежать. Никаких оков, никаких обязательств. Куда хочешь, туда иди, где хочешь, там развлекайся. Гоняй на мотоцикле, на машине, на переговорке с мужиками. Выпивай. Играй в карты на деньги. Развлекайся. И шути, и смейся. До утра, короче, кути. Развлекайся, сурай. И никого вообще. Живи, как хочешь, ночью на крыше. Прыгай с моста. Влетай на порошок. Живи, как хочешь. Отрывайся, сука, и сри всем на голову. Это всем хочется. Это знаешь во мне, как сильно, но никак не могу, потому что бабы родились. А знаешь, как хочется. А в них это та же порода. То, что он псих, это ему помогало. Потому что там все психи. Судебная психиатрия, судебная медицина, судебная... Вот эти менты, где все работают с преступниками. Они же все психи, эти преступники. А если ты здоровый, такой добренький и тихий, ты как они должны, ты еще... Они, если гроза, они такие гневливые, ты должен быть в сто раз более агрессивны. Если они на тебя нападают, ты не упал, ты туда их должен. Ах ты ебна-то, ты еще не знаешь, какую я ебну. Эти мальчишки, мусульманские, кореглазые, что сюда пишут, мне сколько лет. Не сами типа пишут, а под какого-то... Вот у них потребности издеваться, мучить. Понимаешь, вот-вот... Он пишет, но типа не он, а кто-то друг. Вот какой-то холод безжалостный, жестокий женскому полу. Какая-то вот надменность, холод ко всем. И они очень-очень жестокие внутри. Вот у них вот этот... Ну да, красивые, но у них жестокости много. У них, видимо, у всех там в роду, вне зависимости от степени роста, да, у них вот этот какой-то холод, жестокость есть. Старая наркоманка Ебется с молодым наркоманом Вперед всю квартиру Психопатка бешеная Старая наркоманка Вонючая Старая наркоманка Вонючая Ебется сама с молодым наркоманом Ещё орёт с претензиями За чё ей нужно? Старая вонючая наркоманка Старая брюшка Вонючая наркоманка Старая пристарая варкоманка Старая вонючая наркоманка Старая наркоманка Старая наркоманка Старая наркоманка Старая наркоманка